Рекорды продолжаются, новый режим только вышел, прошли буквально считанные дни, а планка задрана невероятно. Друзья мои, 42 фрага с новым ивентом и конечно же это сделал секрет. Давайте готовиться к чему-то невероятнейшему, но парень, я так понял, взялся супер жестко за всю эту тему, потому что что-то от него в последнее время какой-то бешеный и супер нереальнейший контент, красавчик. Как всегда, друзья, в середине видоса я подведу итоги розыгрыша, ну а так разыгрывается сегодня 3 пака РП. Для участия вам нужно подписаться на канал обязательно с колокольчиком, открыть свои подписки в настройках и написать под этим роликом любой комментарий, состоящий обязательно более чем из 4 слов и указателем свой ID. Участвуйте и выигрывайте. Итоги в одном из следующих видосов, так что не пропустите. И все эти РПшки и ЮСишки предоставлены on top UC shop. Лучший магазин ЮСи, ссылочка в описании. Минус 2. Здесь прыгнул в принципе на старт, нашел ДПшку. Для секрета это уже можно сказать, что катка удалась. Потому что мы видим, что он в основном только с ней и гоняет. Ну и на второй слот какая-либо ППха, это Юмпик. В прошлый раз, по-моему, он был с Бизоном, если я не ошибаюсь. Но как бы найти любую вообще ППшку, они плюс-минус одинаковые между собой. Юмпик в принципе хорош. Да, у каждого есть там свои какие-то темки, нюансы. Но они настолько незначительные, что в принципе абсолютно не важно. Здесь сейчас даже не лутает, посмотрите, сундуки. Даже не открывает их, не тратит время. Для того, чтобы собрать как можно больше фрагов. Плюс замечает игроков. Сначала доедает Нокнутого и забирает сперва, конечно же, того, за кого фраг бы ему не дали. То есть здесь все делает достаточно грамотно. Именно с точки зрения наибольшего количества убийств. Здесь нужно отдать должное, что секрет в принципе это его основная цель. То есть у него есть стримы. Я не помню, как этот назывался изначально. Ну типа идем к рекорду или там делаем 40 плюс фрагов. Ну короче, то есть здесь все нацелено именно на то, чтобы убийств было максимальнейшее количество. Конечно, всем спасибо, кто перейдет за поддержку. 9 фрагов на старте. Очень хороший результат. Ну я думаю, что для вот этого нового ивента и со стартовой локации ты вряд ли сможешь вынести там условно какую-то двадцатку. Здесь ты не знаешь сколько вокруг тебя игроков. Здесь очень много маленьких зданий и пока ты их всех зачекаешь достаточно немало времени произойдет. Единственное, что вот очень хорошая тема с полетом, что можно с высоты посмотреть где кто находится. Хотя вот посмотрите, секрет продолжает собирать. Хотя я, если честно, думал, что уже здесь соперники закончились. Но здесь увидел одного, второго, третьего и как бы нормально. Знает, что находится парень в этой области. Подлетает сразу же, не боясь вообще ничего, поскольку пронокал его тиммейта. То есть понимает, что здесь игрок будет рассредоточен и будет занят своими какими-то вещами. А не будет тебя контролировать вот там наверху. Ну и значит, что можно немножечко понаглеть. Интересно, кстати, что за ран. Надо будет потом посмотреть. Предыдущий был вроде как на короне, если я не ошибаюсь. Наверное, это тот же аккаунт. Хотя, может быть и нет. Другой никнейм. Аккаунты меняет просто невероятнейшее. Ну погнали. Третий жилет. А, у него у самого есть все. Ну, слушайте, заряженный готов к бою, я вам скажу. Потому что фулл Т3, ДПХ, юмпик. Все есть, что нужно. Единственное, что мне кажется, здесь стоило хавать хинкальку вместо шприца. Она же и ХП восстанавливает, и буст, и вот эту синюю шкалу. Так что, что бы не сожрать. Да, для того, чтобы быть готовым вот к таким вещам. Но мы видим, что и так, в принципе, нормально. Окей. Пятнадцатый фраг есть. Есть ли тиммейты? Да, кстати, я только что обратил внимание, секрет взял М416, а говорил, что не любит с ней играть. Забавно. Я что-то прям уверен, что он до сих пор с ДПшкой как-то вот не проконтролировал этот момент. Но бывает. Ну и вроде как не досчитался одного фрага. Говорит, где-то должен быть вроде еще один нокнутый. Или же придумал. Бывает. Я не настолько жестко следил. Да, вот оно. Вот оно. А, нет. Просто может быть новый. Может быть, действительно был. Может и нет. Мы этого уже не узнаем, друзья мои. В принципе, что ради одного типа здесь сидеть и долго думать. Ой-ой-ой. Еще плюс ботиночек. Хорошо. Это всегда фраг. Остановим. Восстание машин, конечно же. Ну и восемнадцатое убийство только что было оформлено. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, даже это сейчас было неплохо. То, что он так подлетел. Мог просмотреть эту локацию, опять же, с высоты. Я бы проверил бы мульту. И поглядеть, где кто есть. Я бы проверил бы мульту. Ну и дальше рассказывает свои мысли о том, как, куда двигаться. Говорит, чекнул бы мульту. А, вот он, он дотикал нокнутый. В натуре все-таки был кто-то. И вот вопрос, насколько сейчас востребованы вот эти вот ивент локи. Стоит ли по ним ездить? Вообще, мне кажется, вариант есть. Потому что за счет того, что они вот такие разрозненные, что очень много маленьких домиков, там люди должны выживать подольше. Опа, здорово. Как он так быстро сносит? Какой-то маленький мальчик чуть не уйдет секрета. Так это еще и стрим-снайпер. Иди у меня. Козел маленький, а. Стрим-снайпер с счетами. Негодяй. Ну, зато плюс фраг. Вот так вот, слушайте, у секрета начинаются первые проблемы популярности, когда у тебя немалое количество зрителей делать рекорды будет уже не так легко, потому что будут появляться вот такие вот негодяи, которые будут тебе мешать. И с одной стороны это, конечно же, плюс фражики, но с другой стороны они могут прям очень жестко жизнь попортить. Ну вот, кстати, такая же тема была со Шраудом. У него всегда было много фрагов, как раз таки из-за того, что это очко успел. Чуть не пропустил. У него всегда было много фрагов, потому что к нему приходило до хрена народу и просто сливались. То есть он на старте имел там плюс 6-7 фрагов просто вот со стрим-снайпера. А для ПК ПАБГ это огромнейший цифр. То есть если здесь рекорды это вот 40+, да, то там это 20+, это уже что-то было невероятнейшее. Это уже катка типа КАО, еще куда. Ну вот как-то так. Хорошо, кстати, заехал на мульту, плюс немалое количество фрагов получил. Пока что такого даже вроде бы и не было. Ну и покатили дальше. Вопрос куда? На общаге? Ну я просто могу перестать находить людей. В принципе, хороший вариант. Кстати, топ 56, 24 фрага. То есть прям заявка очень-очень хорошая. Говорит, давай заедем на Ясную. Ну вот насчет Ясной Поляны, мне кажется, такой себе спот для фармежки, потому что очень большой город. Там, да, могут быть люди, но если ты их не увидел, не нашел, если они не показали себя сами, то ты потеряешь много времени без какого-либо толка, без какого-либо профита. Ну сейчас посмотрим. Секрету, конечно, виднее. Секрету, кстати. Да, вот иногда по привычке говорю секрет, но он сам высказывался, что ему не нравится, когда так говорят, что вот он секрет. Ну, прошу прощения иногда за какие-то ошибочки. Могу так, знаете, задуматься, увлечься. Ну, пока что все, в принципе, идет как надо, но вот главное сейчас не потерять этот темп, потому что, ну, катка очень бодрая, 26 убийств, на топ-54. Таблетка, конечно, летает, как всегда, бешено. У него, кстати, нет ни одной медальки. Это так и должно быть. Я вот единственное, что совсем более-менее разобрался, как что работает в этом ивенте, но не понял только вот с медальками, вот этими печеньками под ником. Что они дают, что будет здесь собрать, все. Ну, они вроде нужны на призыв вот этого дракона, да? Ну, по крайней мере, на алтаре. По-моему, да. Пчелы идут на алтаре только тогда, когда зона пересекнет его. Я не знаю, почему, но так было всегда. Понял. Где можно найти людей на ясной? Да я же говорю, мне кажется, что ясный охреновый спот для того, чтобы искать людей. Я тебя понял. Все, да, хватит уже. Накатался, наездился. Я пока таким способом посмотрел. Решил взлететь. И стоит тачка. Ну, вот, я не смотрел катку, друзья мои, но я вот прям почему-то уверен, что приехать на ясную, это прям ошибка. То есть он здесь, ну, если и приедет, ну, точнее, он уже приехал, да? Если найдет кого-то, то это там будет 2 человека. Скорее я уеду с ясной, а потом окажется, что здесь добыл, потому что кто-то так сидит в алтаре. Вот 100% так будет. Может быть, но вот в этом и прикол, что город слишком большой, и ты, даже если здесь кто-то есть, скорее всего его не найдешь. То есть вот просто так прокатился, просто незачем. Потом нам выглядит, что здесь кто-то вызвал. Что мешало поехать на общаге, я, если честно, не знаю. Мне кажется, общаги куда более стабильный спот. То есть и там, и там ты как бы это угадайка. Да, то есть ты не знаешь, где будут люди. У тебя нет подсветки, выхара, дара, еще чего-то. Но здесь как в покере, нужно принимать наиболее выгодное решение, исходя из-за вероятности. И вот здесь как раз таки, на мой взгляд, очевидно, что вероятность того, что на общаге каких-то типов будет больше, нежели чем на какой-то ясном поляне, где где-то там найдешь. Но тем не менее, бывает и так, ничего страшного. Сейчас, короче, найдет какой-то файт, и нужно будет поставить на паузу и сделать розыгрыш. Гениально, да? Уже меньше 40 живых столов. Чтобы была максимальная интересность. На общагах тоже 0 человек. Зато ты это быстро прочекал и поехал дальше. И общаги находятся чуть ли не в центре карты. Ты оттуда двигаешься по следующим локациям. То есть это гораздо меньше времени занимает, чтобы понять, есть ли там какой-то движ или нет. Плюс ты сразу же чекаешь два спота. Не только общаги, но и школу. Реслка. Здесь что? Транспорт какой-то, кажется, стоял. Но людей не видел. В рожке никого. На реанимации пока непонятно. Блин, как жестко киллчатый тип. Где это происходит? Да-да-да, кстати, судя по киллчатому, там очень жесткий какой-то дед, который всех выносит. Кто-то умирает от зоны, блин! Ты видишь, как эти фраги уходят от тебя и не можешь ничего с этим сделать, усюка! Давай! Я не знаю, все надежды остаются на починке, я хз. Давай, да, может быть, может быть на починках. Может быть, кстати, на контакт, на Эвересте. Спотов еще много, чекать надо. Просто два раза не все. Было 50 живых с таким же количеством киллов. Ну, как так-то, Ну, так вот, да. Ну, просто, ну, не везет мне находить людей. Они зато друга находят просто капец как. Ну, сука! Кстати, на починках тоже хороший вариант чекать, потому что там есть магазин. Это будет бред. Я просто не могу найти людей. Ну, не от меня ни хера не зависит же, ёб твою мать. Секрет тоже начинает немножечко подгорать. Бывает, бывает, братуха, не тильтуй. Никуда от этого не деться. Всегда будет такая катка. О, вот он, первый, первый соперник. Все, нужно было, оказывается, на починках бегать. Короче, всегда будет такая катка, которая начинается супер охерительно. Вот он, он тот самый дед. Оказывается, весь этот движ, понимаете, да, был на починках. Вот. Но всегда будет такое, что супер крутое начало, что ты прямо чувствуешь невероятнейший буст, а потом, ну, вот, не прямо. Такое бывает. Так, друзья, давайте поставлю на паузу от смерти деда и погнали, разыграем рпшки. Загружаем комментарии, ну и, конечно же, спонсором всех этих розыгрышей является лучший магазин UC on top UC shop. Друзья, там самые приятные и выгодные цены, отличнейшая поддержка, огромнейшее количество способов оплаты, все удобно, безопасно, качественно. Постоянно проходят розыгрыши и скидки, поэтому обязательно подписывайтесь по ссылочке в описании или же QR-коду, который сейчас видите на экране, потому что у тех, кто подписан, гораздо больше шанс выиграть в моем ежедневном розыгрыше. Ну и, конечно же, помните, что если и покупать UC, то только в on top UC shop. А мы погнали, друзья, мои первые комментарии на сегодня это Хуршибдбек. Прошу прощения, если неправильно прочитал, тяжело. Я знаю, что не выиграют и лучший on top тоже. Красавчик, братишка, видишь, победил, так что нужно было верить в свои силы, так сказать, и все у тебя будет отлично, все у тебя замечательно. Красава, забирай свои UC-шки. Первые на 325, полетели, и вторые вдогоночку на 60, а ниже. Держи, дружочек, кайфуй, наслаждайся. Второй у нас это, друзья мои, Дилай у Чуров и Рокет Супер Топ. Спасибо, братуха, коротко и ясно. И поздравляю тебя с победой. Молодцом. Так, что-то здесь она вот сюда, вот сюда, вот так, вот так. И поехали. Снова 325 тебе. И второй тут же на 60 тоже отлетает. Так, 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 есть, есть, полетели. Третьему выдавать призы это, друзья мои, внимание, Just Top. Хочу выиграть UC, как всегда, топ, дружище, ты выиграл. Поздравляю, красавчик, что смотришь, что комментируешь, что участвуешь, просто молодец. Ну и здесь третий, так, 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 все максимально быстро, я уже привык за столько раз. Опа, 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 вот сюда примерно. Нет, не угадал. 0,6, все еще не рекорд. Все отлично, друзья. Розыгрыш сделан, участвуйте в следующем и подписывайтесь на магазин OnTop. Погнали дальше смотреть секреты. Продолжаем чекать, как проистирается мировой рекорд. Поехали, погнали. 28 убийств уже сделано. Осталось сколько получается? 14, да, для заявленных 42, и из 23 убить 14, ну, из 22. Один из них ты, себя не надо. Вот, поэтому, но в принципе, да, в принципе, задача пассивная. Ивент или контейнеры? Чат, как думаете? Такое перепутье, ивент или контейнеры? Я все-таки думаю, что ивент. Мне кажется, на контакт долго не сидят, поэтому вполне вероятно, что гадки съезжу, а потом люди задержатся там. Проезжает еще, решает зачекнуть гадку, может быть, там кто-то будет. вы, конечно, 50 на 50, вы полностью 50 на 50 разделились мне, не забейте. Чат, как всегда, подсказывает так, что, в принципе, все молодцы, но ничего не понятно. Ладно, так, вот эта вот башенка какая-то, что за хероси она высокая? Гидит какая-то штука, найс. Все, замечает, оппонента в погоню. Один. Блин, обидно. Выходит, забирает. Все, даже, даже можно на него особо не оборачиваться. Забрал, убил, о, подожди, друг есть, хорошо, плюс 2. Уже 30, отлично. Будет ли брать БДПшку? 30 килов сюда. Нет, остался с МК, все, хорошо, поехали. Конты, мы не теряем времени. Найс, 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 заметил на контакт, фу, все, погнали, вот, отлично. 40 лет бы сделать, что-то транспорт, сейчас быстро чекну, 40 лет бы сделать, было бы, 40 лет сделать, будет хорошо. Когда я не могу, не переживай, но я не мог найти людей просто, и все, поэтому давай хотя бы 40, хотя бы 40 лет бы сделать, давай. Ну, 50, я думаю, есть еще вариант увидеть от секрета в этом сезоне. Поглядим. Я, я надеюсь, потому что, ну, полтинник, это вообще, это вау. Но, как мы выяснили, это возможно, это возможно даже без хитростей всяких. Поэтому, чего бы нет. Останавливается издалека, нокает сразу же обоих, давай, 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 немножечко, не хватило урона, ладно, похер, подъезжаем. Здесь за счет того, что есть первый нок, можно агрессировать, единственное, что я бы подъехал чуть-чуть правее, на всякий случай, мало ли, вдруг этот чувак сейчас будет больно тебя контролить. Но, здесь секрет прям вообще уже бешеный просто, кстати, скипт молочков. Яма там подзакрывали типов, в контейнерах типов тоже много. Пока дрался с одними, уже сразу же пошла еще какая-то стрельба. Фулку закрыл какую-то. И да, какой-то жесткий Патрик. Дай знать. Выносит игроков. ну, здесь, он показал себя. Неужели это сольник, прикиньте, С, он здесь убил целый скват. То есть, это минус потенциальные 4 фрага для секрета. не, не, вот еще какой-то друг есть. Хорошо. Уже хотя бы парочка. Ну-ка, это Ахмеда. Кстати, вот секрет очень четко мониторит именно килчатки. Вот в этом плане красавчик. Наверное, из-за этого он и может делать большое количество фрагов, потому что получает большое количество инфы отсюда. То есть, он понимает, где кто теоретически может находиться, почему, куда. То есть, вот здесь в килчате видел, что Патрик всех наказал на контейнерах, слыша отсюда стрельбу, подъехал, заметил двоих, убил, понял, что один из этих двоих это Патрик. И как раз можно ехать дальше, потому что здесь уже ловить особо нечего. Если бы это были какие-то другие никнеймы, то он бы дальше здесь продолжал искать Патрика. То есть, ну, примерно так это работает. Да, на рисунке, кстати, на этой может кто-то сидеть. Вполне вероятно, но нет. На Эвересте. Мне кажется, стоит прощекать. Если бы я только знал. Ну, как по такой разлетке можно понять, что тут точно будут контейнеры, и ничто другое. Ну, я не знаю, контейнеры популярное лого? Там типа сидят люди. Мне что-то казалось, что на нее уже давным-давно забили, но может быть, может быть, это не так. Может быть, как раз там реально тусят, что делать. Надо бы так, давай снова проследить, так сказать. Просто я уже не помню, чтобы там реально кто-то собирал, фармил, уже очень давно в матчах на контейнерах не тусят. Хотя, может быть, в этом и ошибка. Может быть, стоит. Не видел я раньше там по-братски. Пусть гадка будет какая-нибудь, не знаю, ну, человечка 2 хотя бы. Но опять же, вот просто максимальныйший анализ катки от секрета. Мне это очень нравится. То есть, он говорит, вот сейчас вижу дачу. В прошлый раз, когда проезжал этой дачи, не было. Естественно, из ниоткуда она не появилась. Так что, скорее всего, кто-то здесь есть. Но опять же, не повезло. Но видно, 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 что вот человек, знаете, с головой подходит. То есть, пытается что-то там где-то понять, увидеть, найти. То есть, на мой взгляд, это прям очень правильный подход. Да, конкретно здесь сейчас не повезло. Но это, ну, действительно, эта катка прям неизучая для секрета. Но рано-то или поздно повезет. Рано или поздно должно быть так, что наоборот, будет какая-то безумнейшая катка, безумнейший сервер, где люди просто миллионом прут на него, где все оказываются рядом, где никто друг друга не убивает и просто секрет ездит и собирает. Такая-то тоже рано или поздно должна быть. И вот все вот эти вот моменты, все вот эти вот нюансы, я уверен, ему в этом плане помогут выжать из нее максимум. Вижу, 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 вижу. Да сколько мотоциклов, один нахер. Замечает игрока. Ехала, ехала. Такая же штука, как у меня. Я, правда, не заметил, но вот он нашел таблетку. Как тебя догнать? И надеюсь, вас там, ну, конечно, будет круто, если вас трое, но будет круто, если я их именно заберу, а не откисну из-за того, что вас там будет трое. А вас там кажется трое, кстати. Ну да так, опа, можно ли пролететь? Можно. И вторую лучше на реактивочке пролететь, нет? Да. Они что-то встали? Что-то встали, ребята. Что, топливо закончилось, ребят? Двое минус. Сразу же. Хорошо. Он отстреливает очень больно по одному. Правда, второго, к сожалению, не нокал, но сейчас это можно исправить. Просто гранату. Гранату на прокидочку. Одну или две даже лучше. Ну или так. Ну, гранату просто, знаете, без разогрева, без ничего нужно было бросить. Типа, типа здорово. Так, нокает одного, второго, третьего. Отлично! Вот прям, слушайте, предсказал. Реально предсказал ситуацию. Говорит, хочу, чтобы их там было трое. Но главное от них не откиснуть. Ой, патроны на юмпик есть. Вижу, поделились. Спасибо. Вообще красота. Какой приятный склад. Вообще максимально хорошо зарядил секрета. Единственное, что вот здесь мог бы съесть, взять хинкалю и съесть ее. То есть здесь опять же очень четко использовал способность, подлетел наверх, все круто сделал, но у него теперь шкала не полная, почему бы ее не заполнить все равно. Ну, это дело пары секунд. Пока не слышу, не вижу. Ты их как бы не потеряешь, ты скорее подготовишься к оппонентам. Опять кто-то с микроузика настреливает. Да, 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 где? Где война? Ну, раз ты ее не слышал, значит, где-то далеко. Может быть на руинах каких-то? Так, можно было бы за сорокет перевалить, а? Ну, пока все еще есть возможность перевалить за сорокет. Пока что имеется. Чекает круг. Ну, просто катаемся. Здесь без шансов, без вариантов, без ничего. То есть, надеешься либо услышать стрельбу, либо что-то понять. Да, я ваш родственник, сука. Ну, прям видно, как бы секрета горит с этой катки, потому что матч здесь как будто сыграла. Мог быть очень-очень мощным. У меня вена пульсирует на шее с левой стороны. Она прям как будто сейчас оттуда выскочит. Не гранателем, ни разу в жизни такого не было. Ни разу не норм. Зона сыграла сюда, почему здесь никого нет? Зона, ты что, балабол, что ли? Ты на кого играешь? На кого ты дропаешься? Ля, ругается, ругается. Не нервничай, братуха, все нормально. Этот кто-то, этот где? Вот еще и от зоны откисает. Ну, прям фраги уходят из-под пальцев. Вот оно, все, отлично кто-то стрельнул. Этот, 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 где? Этот, нашелся, нашелся. Пустили, где он? Ага, за деревом. Воу, чуть не отлетел. Как они так сносят? Это могло быть очень-очень больно опасно и неприятно. Наглуба кажется, И надеюсь у него не arrow. Давайте большую аптеку замечает игрока, ложится в открытом поле, все 39, выходим на shovelщину и прямую оставятся один против троих и было бы, конечно же, идеально, если бы это был целый склад, с которым можно пообщаться. Как они так сносят? Ну, как склад? Склад из троих. вы поняли? Я сейчас очень сильно рисковал. Да. Но, за одно, может я не уграни, получше. Рисковал, прям, конечно, опасно выходил именно на оппонента. Тем более, зная, что у него уже узик от пирог лишь. То есть это могло быть крайне опасно, но тем не менее на уверенности, на характере. Прикинь, если бы он просто, ну успел бы выстрелить. А у тебя флухо просто, я бы сгорел к херам собачьим. Давай, прям под сорокет же, каточка, прям же под сорокет. 42. Сорокет делаю я счастливый просто на весь день, забей. Давай. Сейчас главное, кстати, вот здесь, вот конкретно уже сейчас, понятное дело, что он этот один фраг вынесет. Сидят просто секреты, цель сорокет себя. И очевидно, что здесь, как бы, если ты не умрешь, ограниченное время, то сделав топ, ты обязательно сделаешь, как минимум, один фраг. Главное, сейчас не сдохнуть на 39. Поэтому, да, вот тут вот сейчас, надо прям отыграть грамма. 40 делайте аккуратно, что хотите. Ну, а, конечно, лучше все подставляюсь. Ну, и там какое-то супер межгалактическое очко, чтобы было... Ха-ха-ха, шарит. Скажите, как это, по факту. Межгалактическое очко нужно всегда. Но там как получится. Тёп, твою мать, это ты что такое вообще? Это ты зачем? Блин, я сейчас на него отвлекусь, а не кто-то в спину заберет, да? Но все равно по глайдеру, я считаю, стрелять нужно. Можно пытаться как-нибудь... Может быть, из здания... только было там было двоечка респект секрету сюда и максим папа ним зажал прям хорошенечко такая смотрите но все остается теперь до 1 завтра главная него на лица но тут в принципе получится просто отдыхай просто сидишь где где лака он выйдет покажется здесь просто не подставляйся и все еще будет по красоте поехали ищем нормально это друзья мои было дабл очков и однако нет секрета название стрима челлендж на 40 килов ну как бы оправдала себя по соотношению стрима стоит блин а то я пишу блин 40 килов и даже тридцатку не могу а тут наконец-таки вода у страны я думал что вы секрета прям регулярно такие бодрые матчи сейчас привыкнет это знаете такой вот он только ворвался это еще один планер еще там волнуются нервничает переживает вот тельтуру сейчас когда сделает еще 10 рекордов станет дело обычным и в каждом сезоне такой число все врываемся пацаны наваливаем главное что правильно наваливать не что ну короче мы его не найдем пока она сам не найдет мы его не найдем только если он захочет найтись только тогда гениально вообще отмена великие изречения ну и даже если он не убьет пофиг вообще порта в принципе да но нет конечно хочется это вижу я вижу баги припарковано хочется победить да и там сел возменя стоит все вас по последнему инфа есть он еще и закрытие ради а он залез в окно ну ладно пусть я хотел попробовать с навыком какой-нибудь крутой килл сделал с авиком но он в доме поэтому это можно подождать пока дом выйдет в зону просто стоим ждем его когда он отсюда выйдет да и все чего нет мне кажется на первом этаже находится дом на самом краю поэтому прямо сейчас зону сойдется и он будет вынужден двигаться у него как будто бы был я бы еще на месте секрета баги бы по сломал но это я лох то есть чтобы чел не уехал и все как бы и здесь можно его полностью закантрить он еще не дай бог от зоны от письма будет такой себе конечно ну или так уже был бы очень хороший фраг был бы прям идеальнейший меня на вариант завершения у щеки 40 лембре но привет ты меня слышишь ты мне показала что тело печатки о ой он обманывает он не фрэмли так друзья напоминаю всем что каждый вечер стрима на твиче буду очень рад вас там силу да нет подожди не посмотрел ранг также обязательно подписывайтесь на супер закрытый а корона 3 на супер закрытый супер важный невероятно интересный телеграм-канал раке сбиба ссылочка в описании обязательно подписывайтесь сегодня завтра уже не сможете будет закрытый доступ ну и спасибо друзья за просмотр я надеюсь вам понравилось всего наилучшего счастья здоровья добра удачи не болейте ждем новых рекордов и конечно же следующее видео уже совсем скоро